МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что приняли в чудесном доме. Это дом вашего правительства, я так понимаю, да? Ну да. Вы здесь сидите? Ну, это здесь рабочее место. А вот на совещание вы вызываете сюда, да, своих всех подчиненных? Ну, вызывать не вызываем, приглашаем. Ну, здесь гром и молния раздаются обычно на ваших заседаниях. Это каминный зал для проведения разных и дипломатических встреч, и других рабочих встреч. Николай Васильевич, позвольте, я начну с признания. Пожалуйста. Вот полтора года я приезжаю в республику регулярно, каждый месяц, чтобы проводить программу приложения силы. Ну, знаете, на чем я себя поймал? Почему я сюда езжу? Я езжу, чтобы наблюдать за вами. Спасибо. Полтора года я наблюдаю за вами. И поверьте моему журналистскому опыту, я очень многих региональных лидеров знаю. Кое-кто вызывает мой интерес. Кое-кто никакого интереса не вызывает абсолютно. Если не сказать хуже. Вы вызываете мой интерес. Я хочу понять. Вот полтора года – это процесс изучения вас. Вы меня извините, Михаил Васильевич. Но это, вот с точки зрения журналиста, это допустимо. Изучение завершается? Нет. Нет. Изучение будет бесконечно. Я надеюсь, что… Понимаете, с каждым разом, с каждой новой встречей, с новой беседой, с вами, с поездкой с вами по республике, я узнаю что-то новое. Каждый раз я хочу задать вам те вопросы, которые не всегда удается задать во время программы. Позвольте, я сегодня буду задавать вопросы, которые касаются лично вас. Пожалуйста. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, роль регионального лидера в вашем представлении – это отец своего народа, это отец заботливый, но жестокий, либо это администратор, который, ну, исполняет свои обязанности, порученные его, скажем, его народом, избранным. Если сказать прямо, любой руководитель региона – это слуга народа. Во-вторых, конечно, здесь и административные функции есть. Почему? Потому что принимаем нормативно-правовые документы. Любой нормативно-правовый документ – это документ, понуждение выполнить те или иные задачи, предусмотренные нормативно-правовым документом. Это как раз вопросы администрирования, взаимодействия с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления. Это одна из частей полномочий. Но касаясь всех остальных вопросов, нам приходится заниматься, конечно, в круглосуточном режиме вопросами жизнеобеспечения. Общеизвестно, что любой региональный лидер находится на открытой площадке. Его частная жизнь, его какие-то детали, его личные жизни становятся известны большому количеству людей. Это серьезное испытание для любого человека. Вы согласны с этим? Когда хотите ли вы, не хотите, но в обществе все равно разговоры возникают. А как там семья у Игнатьева? А что он делает по субботам, воскресеньям? А что у него там за родительский дом есть, в том деревне есть? И так далее. Массовый вопрос. Вас это тревожит, угнетает? Или вы к этому относитесь совершенно как по-рабочему? Ну, можно сказать, сейчас уже привык. Какой для региона – политик. И мы всегда поражены разным обсуждением, разным оценкам. И когда мы принимаем любое решение, мы основываемся на абсолютном большинстве людей Чувашской республики, которые имеют свое мнение. Касаясь уже семейных вопросов, до конца мы не открываемся, потому что бывают разные ситуации. Где-то на этих вопросах начинают на чувства людей играть. Я благодарен членам семьи, и супруге своей, и сына, и дочери, что они уже тоже, как я же, привыкли. Конечно, мы живем в постоянных ограничениях. Все точки зрения, когда понимание есть, одна команда, одна семья, работаем, живем в мире и согласии. Слава Богу, уже дети выросли. Я благодарен супруге и всем друзьям, которые были рядом всегда со мной. Благодарен своим родителям, которые на самом деле давали все те ценности, которые есть по укладу жизни у народа Чуваши. Ну вот вы сейчас упомянули своих детей и сказали о том, что вы же не первый год глава республики. То есть дети выросли практически в сознательной жизни, их такая юная, связана все-таки с пребыванием в вашей власти. Вы никогда с ними откровенно не говорили? И они ли с вами откровенно никак говорили? Папа, знаешь, лучше бы ты не был руководителем республики. Нам бы проще жилось бы. Не было у вас таких разговоров ни разу? Признайтесь. Ну, разговоры они были, но в то же время, я же сказал, они пониманием относятся. Больше, конечно, супруга занималась с детьми, когда я еще руководителем хозяйства работал. Времени очень мало оставалось для того, чтобы заниматься своими любимыми и дорогими детьми. Это правда. Но когда уже переехал город Чебоксары, соответственно, конечно, там первый класс и так далее, у меня практически времени не было провожать своих детей. Да, в отдельный случай, когда там, ну, как настоящий отец, я находил или старался находить время, там, забирать с детского сада, или там, сходить на родительские собрания, в школу. И с этой точки зрения, вот, отношения у нас очень, они доброжелательные были всегда, и, надеюсь, еще на долгие-долгие годы останутся. Дети просто, наверное, привыкли к той ситуации, которая сложилась у папы, скажу. Николай Завич, вы талантливый человек. Ну, это я говорю вам с уверенностью, потому что, повторяю, полтора года вас наблюдаю. Вы талантливый человек. Вы прирожденный организатор, администратор. Но иногда ведь у каждого человека всегда возникает мысль, если я бы пошел не этим путем, а этим путем, может быть, я бы достиг большего. Большего благосостояния, больше количества свободного времени, которое мог бы уделять своей любимой семье. Может быть, большего даже признания, я не боюсь этого слова, потому что вы постоянно в центре столкновений, в центре критики. Это неизбежно. У вас не было никогда таких мыслей? Может, я зря вообще пошел в эту государственную службу? Ну, мысли, они временами появляются, с одной стороны. Но, с другой стороны, смог бы я состояться бизнесменом, я бы сказал да, потому что я привык брать ответственность на себя, привык брать риски на себя. Более 10 лет работал руководителем хозяйства, когда в 90-е годы по указу президента Российской Федерации были реорганизованы сельхозорганизации. Если взять своих друзей, те друзья, которые были рядом со мной, отдельные, стали хорошими, состоятельными предпринимателями. Но у меня своя судьба такая сложилась. Я служил трудовому коллективу, где бы ни работал, и служу сегодня отечеству. Своей малой родине. Вот при все, при том, знаете, честно говоря, я, когда разговариваю с государственными деятелями, вы относитесь к категории государственных деятелей, на уровне страны, на федеральном уровне. Все-таки мне всегда интересно понять природу власти. Почему этот конкретный человек пошел во власть? Что его туда подтолкнул? Что его туда позвало, в эту власть? Огромное количество путей. У талантливых, способных людей огромное количество путей. И у работоспособных, энергичных. Что вас позвало во власть? Ну, отвечая на этот прямой вопрос, хочу сказать следующее. Вот порыва души стать муниципальным служащим, государственным служащим у меня не было никогда. А ситуация сложилась следующая. В 1996 году, в декабре месяце, я был в отпуске. Меня разыскивают со секретаря, председателя кабинета министров. Соответственно, меня разыскали, говорят, вас хотят пригласить на собеседование. И на самом деле собеседование состоялось. Речь шла о должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской республики. Я через трое суток дал свое согласие. И вот у меня судьба с должности руководителя хозяйства, переходя в должность заместителя министра сельского хозяйства, перевернулась, так скажем. А потом стало интересно работать. Следующий период карьеры, Это когда с должности заместителя министра сельского хозяйства Чувашской республики стал главой администрации в своем Чебоксарском родном районе. Когда избиратели через всенародное прямое голосование доверили. И вот так она по ступеньке, поэтапно, пошагово, судьба начала у меня складываться такая. Я нисколько не сожалею, интересная работа была и есть, и надеюсь, она будет. Я всегда подхожу по каким критериям этой работе. Это надо, во-первых, нести ответственность за любое принятое решение. Если народ доверяет, они возлагают на любого человека огромную ответственность. А когда уже стоял вопрос о должности президента республики, по-старому называют, значит, когда доверие президента, доверие жителей Чувашской республики, ну, здесь остается только служить. Служить, давать результат, заниматься вопросами повышения качества жизни и начинаешь получать удовлетворение. Ну, вы знаете, Николай Алексеевич, вот еще раз прошу откровенно мне ответить. Понятно, что выборы – это процедура очень тяжелая, трудоемкая и очень ответственная. Сложно. Но понятно, что когда вы идете на выбор, примерно понимаете, насколько велики ваши шансы быть избранными, потому что вы общаетесь с людьми. И люди говорят, мы верим вам, и мы вас будем избирать. Но кроме того, что вас выберут, вас должны признать в Москве. И, может быть, на вот этих вот встречах с руководством администрации президента, с самим президентом, окончательное решение принимает не по выборам, а по тому, что дает вам зеленую дорогу, именно президент. У вас были ведь такие встречи с президентом перед выборами президента в республике? Ну, эти встречи были в 2010 году. Для меня это был исторический период и исторические дни, хочу сказать. Потому что там поэтапно, пошагово процедуры собеседования, проверочных всех этих мероприятий мы проходили. Тогда была старая схема выбора, соответственно, губернаторов или руководителей региона. Но по новой системе, когда я отработал 5 лет, я объехал все муниципальные образования, встречался с селитой Чувашской республики. И мне сказали, товарищ Игнатьев, надо идти и баллотироваться. И через всенародное голосование попробовать свои возможности. Понятно, доверие президента. Я когда в отставку досрочно ушел, соответственно, в 2015 году президент назначил исполняющим обязанности. И в то же время здесь был муниципальный фильтр. Я за муниципальный фильтр, чтобы отдельные провокаторы или отдельные политические деятели не вводили людей в заблуждение, это на самом деле принцип отбора достойных кандидатов в этой конкурентной среде, для того, чтобы они уже, приходя к власти, не забыли про простых людей. Это вот важные показатели. Есть соответствующие рейтинги, опросы. Я всегда руководствуюсь этими опросами любого института. Они важны для того, чтобы минимизировать ошибки. Николай Васильевич, скажите, пожалуйста, ведь в любом случае, когда вы идете во власть, любой человек, который идет во власть, а особенно на уровне региональном, он предлагает какие-то определенные цели, какие-то ориентиры, которым будет стремиться достигать их сам и вести республику именно к этим целям. Скажите, пожалуйста, те цели, которые вы ставили на прошлых выборах, вы по-прежнему придерживаетесь их? И насколько вы считаете, сегодня они приблизились к осуществлению? Программа была, она обсуждена с народом. Вместе жить, вместе строить. На самом деле мы строили и строим. Будущее Чувашской республики занимались вопросами повышения качества жизни, занимаемся. Те обязательства, которые мы взяли на себя по утвержденным государственным программам, основная программа, я так говорю, вместе жить, вместе строить, мы выполняем. Да есть отдельные недоработки, о чем мы всегда говорим и признаем, открыто, публично, ничего здесь не скрываем. То есть вот открытая работа с народом дает возможность, правильно ли все мы делаем. Где какие наши ошибки, где какие наши успехи, где наши сильные стороны и где наши слабые стороны, как управленская команда, если взять кабинет министров, органы местного самоуправления, всегда это оцениваешь. Без ошибок невозможно работать. И максимально те обещания, которые мы давали, я хочу ответственно сказать, мы их выполняли всегда и будем выполнять. — Скажите, вот все-таки как вам удается, как государственному деятелю, как руководителю республики, добиться доверия от людей по выполнению тех обещаний, которые вы даете на предвыборном старте? Вы же прекрасно понимаете, и мы сегодня все прекрасно понимаем, что от постановки цели до ее достижения нужен какой-то временной промежуток. Как вот здесь вы умеете убеждать людей, что надо подождать? Ибо это и есть, ну, как бы определенный ход, управленческий ход, экономический ход. Неизбежно. Нужно терпение. Вот как вы убеждаете людей, что нужно терпение? — Главный здесь принципиальный подход — это быть честным к самому себе и жителям Чувашской республики. Это первый. Второй принципиальный подход — никогда я не старался и не стремился обманывать людей или вводить в заблуждение. Конечно, политику надо в отдельных случаях, может быть, надо играть. Вот я играть не умел и не умею. Это мой, может быть, минус, где, играя на сцене, допустим, ну, как артист или как режиссер, допустим. — Мы знаем некоторых политических деятелей, которым это хорошо удается. Честный подход, справедливый подход, работоспособность вселяет уверенность в людях. То есть стабильная общественно-политическая ситуация на территории Чувашской республики не первый год. Конечно, мы признавали доходы не такие высокие, но по динамике мы росли. Количество бедных людей уменьшается, и президент России поставил перед нами задачу два раза уменьшить за шестилетний период. Мы в динамике двигаемся неплохо на уровне реального сектора экономики. Все будем делать для того, чтобы у жителей Чувашской республики доходы с каждым годом только были динамики с плюсом. — Как вы оцениваете свой стиль руководства, Михаил Васильевич? Откровенно. Вот с вашей точки зрения. — На этот вопрос можно мне не ответить, потому что самооценка, она будет вводить кого-то в заблуждение. Саму оценку я никогда не давал и не собираюсь давать. — Хорошо, я иначе поставлю вопрос. Какой бы стиль руководства вы считали бы правильным для руководителя субъекта федерации? — Любой руководитель региона Российской Федерации должен быть вливым. Вот в отдельных случаях споры разбираются. — Тиры жестки. — Тиры жестки. — Не жестоким, а жестким. — Жестким. — Потому что здесь нельзя проявлять жестокость, а жестким надо быть, потому что исполнительская дисциплина, если в вопросах управления не будет, то размывание ответственности и результаты не добьемся по тем мероприятиям, которые даже мы вписываем в наши действующие программы. — Считаете ли вы важным, чтобы руководитель субъекта федерации помогал по конкретным человеческим историям, чтобы, понимаете, с одной стороны, вроде бы это очень хороший популистский ход, с другой стороны, не может руководитель, а государства или субъекта федерации помогать какому-то человеку, чтобы это не стало практикой. Ну, не этим должен заниматься руководитель, мне кажется. Ну, вы-то как считаете? — Ну, здесь мы всегда оказывали содействие по отдельным вопросам, отдельно взятому гражданину или отдельной семье. Почему? Потому что люди приходят на прием. Они ставят те вопросы, где на самом деле по закону мы сможем разрешить, мы разрешаем. Но отдельные вопросы есть, в жизни их никогда невозможно разрешить. Это не моя компетенция, допустим, да, и не в моих силах. Тогда в этих случаях мы обращаемся, другие органы государственной власти, в отдельных случаях вопросы разрешаются, а в отдельных случаях они не разрешаются. Здесь, конечно, удовлетворенность в отдельных случаях есть у людей, в отдельных случаях нет. Потому что они думают, раз глава республики, он может все. — Именно. — Все. — Именно. Вот я бы хотел понять, потому что я давно ищу ответ на этот вопрос. Что есть такое вертикаль власти у нас в стране? Почему люди предпочитают, как вы говорите, обращаться сразу к старшему начальнику, не к главе субъекта федерации, да, так к президенту страны на прямых линиях? А где чиновники низшего ранга, которые должны решать эти вопросы? Ведь вопросы-то бытовые по большей части. Как у вас в этом смысле решаются эти вопросы? Вы наказываете администраторов среднего звена за то, что они не обратили внимания на эти вопросы? Или как? Как это происходит? — Ну, на сегодняшний день конституционное право за гражданином, они имеют право обращаться и на имя президента, и федеральные органы власти, где зависит от нас или от главы администрации. Конечно, здесь мы принимаем все меры для того, чтобы разрешить те или иные вопросы. Но максимально мы стараемся постоянные встречи проводить с населением. Это, как в России говорят, клубинки. У нас вот информационные дни есть, все министры выезжают, все руководители федеральных структур выезжают, встречаются в разных трудовых коллективах, в разных населенных пунктах, где задают приятные и хорошие вопросы, где критикуют власть, где задают не совсем комфортные вопросы. Это наша работа. Просто надо любить свою работу и к людям подходить с уважением. — Михаил Васильевич, у вас есть враги? Или вы, может быть, не конкретные, может быть, вы догадываетесь, что есть враги? — Но есть всегда политические деятели, которые нас обливали грязью и будут обливать грязью. Я не называю их врагами, они имеют право на критику, но я всегда говорю, критика должна быть корректной. Конечно, здесь мораль и этика должна быть, нравственная основа должна быть. Иначе все то, что позитивно сделано, можно такое формировать, общественное мнение, что люди будут введены в заблуждение. — Генетически у людей недоверие к власти, к начальнику, понимаете, вот что проблема. Это генетическое. — Он очень согласен с вами, да. — Ну, начальнику я не верю, но начальник. Он лучше меня живет, он имеет больше возможностей. — Бюрократ. — Завит. — Бюрократ. Ну, конечно, это генетически. Михаил Владимирович, скажите, а завистников много у вас? — Ну, это я не могу сказать. — То есть вы не ваше... — По жизни, если взять, по чувствам, по укладу жизни, по менталитету, они всегда были, есть и будут, соответственно. Но я их никогда не вычислял и не вычислял. — А скажите мне вот на такой вопрос, пожалуйста, ответьте. Скажите, вы за время своего руководства, политической деятельности, государственной деятельности, вы потеряли друзей, хоть кого-то? — Ну, в политике друзья они есть, и отдельные друзья по каким-то политическим мотивам или по каким-то причинам уходят. Но самые надежные друзья, как они были, так и есть. То есть вот обычно же задают простой вопрос, да, можешь с ним в разведку пойти, да? Я говорю, да. По отдельным, когда спрашивают, я говорю, нет, в разведку я с ним не пойду. Я говорю, о надежности, вот с кем можно пойти в разведку и с кем нельзя идти в разведку. — Вы сохранили своих друзей детство? Вы же человек из села, вы же, так сказать, человек от земли, вы там воспитывались, росли. Масса друзей, наверное, была еще с детства, сохранилась. Они сохранились сейчас, несмотря на то, что вы сегодня, ах, как высоко, они остались на земле. — Есть друзья, которые выросли, которые занимаются предпринимательством, мы собираемся, мы встречаемся. И в отдельных случаях, ну, даже друзья задают, мы думали, там, вот вы глава республики, там, зазнались и так далее. Вот эти качества я не терял и не собираюсь терять. — О чем вы обычно... — Это моя сильная сторона, я хочу сказать. — О чем вы обычно говорите на этих редких встречах? Я понимаю, что они редкие встречи, просто времени не так много. О чем вы с ними говорите? — Ну, как, обычно вспоминаешь, молодые годы, да, самые лучшие годы, там, школьные годы, когда учились и были студентами, соответственно. Потому что история детства, что связано с друзьями, это для каждого человека самые приятные периоды жизни. — Я понимаю, что трудно сравнивать молодость со зрелостью, но, тем не менее, вы, когда это вспоминаете, вы вспоминаете, конечно, лучшие моменты из своей молодости. И возникает у вас мысль, а, черт побери, может быть, я бы прожил бы иначе. Пойди вот по этой пути в молодости своей. Либо я сохраню все, как есть. Так, как было, так и есть. Со всеми ошибками и достоинствами. Какой путь вы выбираете обычно? — Путь, который я выбрал, это мой путь. И я удовлетворен, допустим, даже если взять работу, семью, я удовлетворен. Я даже не думаю о том, если вернуть меня 30 лет назад, какой дорогой бы я пошел. — Скажите мне, Михаил Васильевич, поскольку мы уже затронули такую достаточно частную сторону вашей жизни, какие у вас вообще есть сожаления о жизни? Не может такого быть, чтобы человек достиг определенного возраста и думал, а вот это мне не удалось, в этом я слаб, в этом я силен. И как вот дальше, какие-то планы строить на жизни? Вот вы же думаете, наверняка возникают у вас такие мысли, когда вы один на один с собой. — Нет, эти мысли, они возникали, когда я вернулся с армии. Тогда была еще советская армия, после двух лет службы. И мать, то, что в деревне жила уже одна, домохозяйством надо было управлять, а я до советской армии по направлению, после завершения Чапоксарского энергетического техникума, работал в Химпрове, это в городе Ново-Чапоксарск. Меня тогда поставили в очередь на квартиру. Я реально, вернувшись на это же производство, буквально за короткий период времени мог получить квартиру. Но мать мне сказала, я прислушался больше матери не за какие-то, допустим, интересы, вот квартиры, вот пожалуйста, условия жизни. С одной стороны, есть сожаление, а с другой стороны, как сын прислушался матери, за это я рад и счастлив, потому что продлил, может быть, долголетие своей матери, своей мамы. Ну, Игорь Васильевич, я, значит, когда-то там полгода назад брал интервью у Александра Карелина, нашего знаменитого спортсмена, изумительного человека, умудрого и очень тонкого, несмотря на всю массивность свою. Я его спросил, я говорю, Александр, скажите, кто главный человек в вашей жизни? И он мне сразу сказал, отец. Я говорю, это правда? Да, именно отец, никто другой. Кто главный человек в вашей жизни? Ну, отца я, к сожалению, когда мне было еще 11 лет, потерял. Главный человек у меня, если взять по жизни, это была мама. Брат у меня уже был вместо отца. Он старше вас был, значит? Да, старше меня, почти на 8 лет, так скажем. Если это точка зрения, это, наверное, помогло самореализоваться в этой жизни. Семья еще, они все живы, надеюсь, да? И сестры, и брат. Нет, двоих сестер нет. Да, царство им небесное. А так мы в семье выросли в трудовом воспитании. В семье на принципах соревновательности и состязательности мы трудились. Потому что это была другая жизнь, но она была очень хорошей жизнью. Почему? Потому что что-то сделаешь быстрее, лучше. Родители всегда поощряли. А когда мы с сестренкой и сестрой, трое там уже оставались в деревне, да? Соответственно, управляли домохозяйством, мать или сестры давали некий пряник. Мы за это практически делали все, кто быстрее, кто лучше. И всегда этот принцип соревновательности давал возможность готовиться, наверное, к самореализации. Сколько человек насчитывает клан Игнатьевых? Племянников, племянниц, может быть, двоюродных? Много хочу сказать. Я хочу вот собрать всех один раз за одним столом. Пускай там будет 30, пускай там будет 45. Вот надо сейчас познакомить. Увы, вот в жизни так складывается, да? Вот времени нет, времени не хватает. Когда человек уходит, на похороны собираемся, говорим добрые слова, сожаления и так далее. А когда мы живем, надо радоваться всей жизнью, надо знать близких родственников, там, третье, пятое, седьмое колено. Вот я здесь, к сожалению, вот за последние три года не успел сделать, я обязательно это сделаю. Хотя, семь лет назад я собрал всех, и сейчас даже отдельных, наверное, там, правнуков или племянников в лицо, наверное, плохо знаю. При этом никто из ваших родственников не приходил вам и не говорил, Михаил Васильевич или Миша, ну, помоги там должностью с университетом поступить. Такие возможности у вас есть. Когда я вступил в должность президента Чувашской республики, я собрал всех близких родственников, братьев, сестров и так далее. Вот теперь, я сказал, никакими просьбами ко мне сказал, не обращайтесь. Пожалуйста, чисто по-семейному мы можем собираться, решать разные вопросы, оказывать друг другу любую помощь. Но вот с учетом этого принципа ко мне никогда не обращались и не обращаются. Я думаю, правильно сделал и для провокаторов повода не оставил, и предмета о разговоре практически нет. Хотя там пытались в отдельных, значит, сюжетах говорить диабетным, что там я назначаю близких родственников, их нет. И повода для разговора вообще нет. И они не обиделись, они поняли. А что тут обижаться? Нас родители воспитывали добиваться успеха, быть успешным самому. Других вариантов у нас практически не было. Хочешь выжить? Дерзай, добивайся, побеждай. Михаил Васильевич, если возможно, я хотел бы, может быть, в завершении парочку вопросов задать вам на политические темы, если это возможно. Вот я внимательно слежу за тем, как в регионах действует наша правящая руководящая партия «Единая Россия». Практически все руководители регионов, за редким исключением, являются членами этой партии. Наш президент, признавец страны, не является членом «Единой России» и избирался как самовыдвиженец. Даже некоторые губернаторы сегодня избирались как самовыдвиженцы. Как вы считаете, скажем, ваше членство в партии, ваша принадлежность к партии помогает вам или, может быть, в какой-то степени сегодня уже тормозит вашу деятельность? — Ни в чем не тормозит. Касаясь вообще политических вопросов, я был руководителем регионального отделения Аграрной партии Российской Федерации. Управлял даже будучи министром, соответственно, сельского хозяйства. Но когда на федеральном уровне две политические силы приняли решение об объединении созидательных сил, соответственно, Аграрная партия была реорганизована и влита в «Единую Россию». Автоматически тогда мы стали членом «Единой России». На сегодняшний день самая созидательная, самая такая объединяющая сила, я считаю, это «Единя Россия». Это партия реальных дел. Вот мой ответ. — Возможно ли ситуация? Она может быть гипотетическая, а может быть и реальная. Когда вас на совете партии регионального отделения, ну, либо призывают провести какое-то действие, либо очень серьезно критикуют, как вы считаете, не за дело, не особенно вникая в сущности, и вы оказываетесь не всегда в очень удобной и ловкой ситуации. Вы, член партии, обязаны исполнять решение партии, с другой стороны, вы лидер субъекта федерации, и у вас есть, ну, скажем так сказать, общефедеральная политика работы в этом субъекте федерации. — Ну, с такой ситуацией я не сталкивался. Если взять, мы всегда обсуждаем все эти вопросы до вынесения на разный публичный уровень, сперва на уровне первичных партийных организаций, потом, соответственно, на оригинальном уровне. Для чего? Для того, чтобы понять, можно же принимать решение политической партии «Единая Россия», но это решение потом невозможно претворить в реальной жизни. И когда через метод убеждения мы, разговаривая, обсуждая, получая максимальную информацию, мы эти решения принимаем. Но когда есть отдельные политические вопросы, касаясь увеличения, допустим, пенсионного возраста, «Единая Россия» поддержала этот проект закона, конечно, здесь по острию лезвие, но ответственное решение надо было когда-то принимать, потому что мы столкнулись бы через 5-10 лет с дефицитом вообще денег, и пенсионеры не могли бы получать даже своевременно свою пенсию. Мы же помним 90-е годы, пенсионеры не только там с увеличением пенсионного вознаграждения, размеры пенсии получали, а вообще не только своевременно, товарами выдавали. Вот этого не должно быть. Поэтому здесь ответственный подход всегда должен быть, когда люди ответственны, как же даже товарищи по партии, и эти ситуации просто, они не будут возникать. Николай Васильевич, вы же, конечно, прекрасно знаете, что вот за последнее время «Единая Россия» озаботилась тем, что по стране рейтинг партии снижается, и есть серьезная угроза падения авторитета партии. Но в регионах, мы это тоже знаем, часто очень рейтинг партии зависит от рейтинга лидера этого региона. Рейтинг партии здесь, в республике, зависит от вашего высокого рейтинга, или население не сопоставляет вас и партию, либо как два отдельных конфигурации, либо все-таки одна. Отвечаю. С одной стороны, здесь взаимосвязь есть, но с другой стороны, и рейтинг партии, и рейтинг любого руководителя региона зависит от стабильной общественно-политической ситуации, от развития реального сектора экономики, от развития социокультурной сферы. Если на самом деле те утвержденные программы не выполняются, рейтинг партии, он не будет падать. Да, отдельные вопросы, которые резонансно обсуждаются, соответственно, дают возможность или повлияют на снижение рейтинга, но для этого нужно работать просто с избирателями, с народом, убеждать, рассказывать, говорить, в доступной доходчивой форме, и люди всегда воспринимают эти высказывания и отрицательно, или резонансно, или на митинги не пойдут. Все зависит от того, как мы сможем убедить своих избирателей. Следующие выборы главы республики в 2020 году. Ну, казалось бы, много еще времени, господи, два с лишним года почти до этих выборов. Много еще воды утечет. Но все-таки, тем не менее, вы не можете не думать о том, что это будут за выборы, кто пойдет на эти выборы, пойдете ли вы сами. Насколько готова почва для, может быть, смены руководства, а может быть, надо, наоборот, продолжить линию ваших реформ в республике и двинуться дальше еще на следующий срок. Вы об этом думали уже? Да, об этом думать рановато, потому что срок полномочий у главы региона Игнатьева еще два года. Пойду я или не пойду, это я скажу попозже, потому что отдельные опросы мы будем проводить, отдельный рейтинг мы будем тоже оценивать и так далее. Или, на самом деле, когда есть доверие людей, и будет доверие людей, это дает возможность любому человеку, любому кандидату, который хочет пойти на эти выборы, пойти на этот шаг. А когда не будет доверия или рейтинг будет нулевой, зачем идти, зачем, соответственно, раздражать людей? И в конечном счете можно проиграть эти выборы. Я бы посмотрел немножко иначе. Наш президент пошел на новые президентские выборы совершенно осознанно, и мы это прекрасно понимаем. Ибо он считает, и мы с ним согласны в этом смысле, что не все реформы, которые он наметил, осуществлены в срок его полномочий. Надо их продлить. Не все удалось сделать. Значит, надо еще время, чтобы осуществить все задачи. У вас те задачи, которые вы поставили в свое время, еще в 2015 году, все уложатся в сроки полномочий ваших до 2020 года? Или все-таки что-то надо будет продолжить? Ну, на сегодняшний день, я сказал, под уходом и по открытию новых производств. Потому что стратегия развития Чувашской республики, которую мы принимали, со стороны предпринимательского общества, с учетом закредитованности, с учетом тех корректировок, мы не все рабочие места высокотехнологичного уровня открыли по тем обещаниям, которые давали. Но это мало зависело от власти. У нас достаточной информации, где какая ситуация, если от точки зрения, когда какие-то решения нам надо корректировать, мы всегда корректировали и будем корректировать. Ну, до декабря, когда вы выходите с ежегодным посланием, я так понимаю, это в конце декабря. Да, в начале января, в конце декабря. Время еще есть, но тем не менее, даже сейчас, предварительно, вы же наверняка можете назначить, наметить одно-два дела, которые реально удались, которые можно действительно реально назвать прорывом 18-го года в республике. Коротко, что бы вы могли назвать этим прорывом? Прорывы в сельском хозяйстве по этому году, да. На сегодняшний день это выгодное производство, мотивация очень хорошая. В образовании, школы, вот не рассчитывали даже 3 года назад строить, участвуя в федеральной программе, создаем прекрасные условия. Плюс на капитальный ремонт этих школ выделили огромные средства. В медицине, в шаговой доступности, в республике практически все сделано. Но еще надо многое сделать, потому что демографические показатели надо улучшать. По детским садам, по ясельным группам, по сохранению семейных ценностей, духовно-нравственных ценностей, вот здесь это наша сильная сторона. Михаил Владимирович, я надеюсь, что мы будем продолжать эти встречи. И о других темах, которые я оставил пока за кадром, мы поговорим в следующий раз. Огромное спасибо за интервью. Спасибо за разговор. Открытый такой разговор. Спасибо, вам успехов. Спасибо. 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 Спасибо.